Друзья, всем привет! В эфире Саджан Онлайн. 213 тысяч подписчиков. Откуда мы? Хотя мы готовы с вами делиться. У девушки должен быть скромный инстаграм. Скажи мне, сколько зарабатывает сегодня кипятком? В районе, я думаю, 20 миллионов тенге в месяц. Ну, возможно, где-то так. Это мой блог на ютюбе. Теперь я буду активным ютюбером. Друзья, я хочу познакомить вас со своим старым другом. Даурен в 2014 году, 4 года назад, родил свой кипятком. Правильно? Все верно, да. И сегодня ни одно мероприятие в Истании не проходит без кипятком. Ну, это да. Мы к этому стремимся. Но когда даже я заказываю фотосъемку, к примеру, открытие выставки в моей галерее. Допустим, это было сегодня. На следующий день захожу на кипятком. Моя фотосессия, фотосъемка оказывается на пятой странице. Просто ты понимаешь, что буквально все в этом городе заказывают у тебя съемку. Будет еще больше. Будете на десятый находить в следующий раз. Спасибо. Как это произошло? Это органически произошло или у тебя была такая изначальная цель? Нет, проект кипятком – это хобби. То есть мы зарабатываем и зарабатывали деньги как бы на другом. Хобби наше разрослось в что-то большое, что-то мощное, уже можно сказать, на котором мы зарабатываем больше, нежели предыдущей нашей работы. Вот и все. Я заметила, кстати, любая работа, которая делается с большой любовью, в проект, в который ты вкладываешь всю свою душу, в итоге в какой-то момент начинает тебе приносить очень хорошие деньги. Ну, думаю, да. Ну, есть и риски. Какие? Ну, например, у меня же была студия, веб-студия веб-сайтов, когда у меня произошел инцидент с Казахтелекомом. То есть, да, у меня сайты просто потерялись в облаке. Ну, как бы я восстанавливал. А что за инцидент? Ну, в общем, у нас был сервер в Казахтелекоме, ID-host называется, это подведомство, ну, не заведение, а организация под Казахтелекомом. Ну, у нас там более 20 сайтов пропало просто-напросто без вести, без понятия как. И в итоге нам письмо пришло о том, что их программное обеспечение было сделано третьими лицами, за что они не отвечают. И мне приходилось там порядка десяти миллионов получается. Я вложился, чтобы возместить ущерб своим заказчикам. Вот. С тех пор ты веб-сайтами не занимаешься? Нет, с тех пор мы как бы поддерживаем эти веб-сайты. Как бы нам за это платят, за поддержку. Но есть, получается, кипятком, который... Кипятком практически он и закрыл этот проект. Скажи мне, вот у нас в Астане, мне кажется, если раньше, там, 10 лет назад в Астане было где-то около 15-20 ресторанов, да? Ну, в целом, и там, скажем, 5-6 очень хороших. То сейчас у меня ощущение, что на одного человека 10 ресторанов. Даже если не больше. Да. И они все полпустые. Вот тебе не жалко, как бы, ты же на самом деле помогаешь им в маркетинге, да? То есть кипятком – это такой хороший инструмент для маркетолога. Ты создаешь видимость, там, дискотеки, тусовки, модели, коктейли, и приходишь кипятком, и ощущение, что там действительно происходит какая-то тусовка. А по факту ресторан несколько месяцев терпит убытки. Ну как, я бы не сказал. Как бы у каждого ресторана есть свои гости. И, по крайней мере, на нашем опыте таких заведений, я не знаю, можно по пальцам посчитать, их парочку всего, которые работают, возможно, минус себе, но я не знаю, этой информацией не владею. Вот, видимость мы не создаем. Мы работаем на качество, а кипятком, да, это скрытая реклама. То есть люди фотографируются, они постят в своих социальных сетях, отмечают геолокации. А какой трафик, вот сколько людей заходит ежедневно на сайт кипятком? Ну, вообще, в обычные дни более 10 тысяч пользователей в сутки заходят на наш сайт. В праздничные дни это увеличивается в трафик двое. То есть, например, 14 февраля у нас вчера был ажиотаж, у нас было более 70 заведений. Вот сколько ты вчера заработал? Вот я это не считал. Ты вообще не считаешь деньги? Нет, мы считаем это все в конце месяца, когда бухгалтер делает свод, вот и все. Вот. Деньги я не трогаю. Ты занимаешься кипятком не только в Астане, ты еще развиваешь франшизную сеть. У тебя есть кипятком в Алмате, в Караганде, в Шемкенте. Вот сколько городов у тебя? Нет, в Шемкенте меня пока нет. Мы скоро туда, да, мы скоро вернемся в этот рынок. Вот, то есть зайдем на этот рынок. У меня 10 городов, 11 это Бишкек, Кыргызстан. Вот. Мы работаем как? Кто-то работает с нами, мы работаем под полным управлением, кто-то работает на франшизе. Вот и все. А кто отбирает фотографии, которые попадут в Бишкек, Бишкекский кипятком, Караганде? У нас есть региональный менеджер, который сидит в Астане. Который сидит и отбирает? Она сидит в Астане, она курирует всех руководителей, да, по Казахстану. А как часто к тебе обращаются с просьбой удалить фотографию? Человек был там, скажем, в нетрезвом состоянии, ни с тем человеком, ни с той девушкой, ни с тем мужчиной. Ну не так часто. Не часто? Не часто, да. Потому что фотографы... Кто-то находит в эти фотографии? Нет, фотографы адекватные, почему они приходят перед тем, как сфотографировать, они спрашивают разрешения. То есть, если это кто-то не в адекватном, в каком-то, в алкогольном опьянении, в том случае возможно. Но это очень редко. Может быть, как раз-таки для хайпа именно их фотографировать? Ну, у меня были пару хайповых фотографий. Какие? Ну, это, нет, это слишком публичные личности, давайте мы закроем это. И потом? Вы просили удалить? Удаляли, но на суд подавали, там еще что-то было. Вы уже успел посудиться, да, получается, за 4 года? Ну, типа того. Сколько раз? Пару раз точно. И как? Ну, до суда дела не доходило, все на мирном. Приходилось выплачивать какую-то сумму? Нет, мы ничего не выплачивали никому, да, у нас свободный проект. Вот, за это отвечают сами заведения. Чтобы работать в команде Кипятком, нужно иметь фотоаппарат? Да, это должен профессионально быть. Профессиональная камера должна быть у фотографа. И опыт. Ну, почему? У нас есть старенькие фотографы, которые обучают. То есть, если у тебя есть желание, любой может прийти к нам. Мы обучим. И потом его можно отправить там на девичник? Нет, ну, они вначале начали... Стар кадров 20, как-то выбрать его. Нет, они начинают, почему? Мы не отправляем на крупные серьезные заказы новичков, мы отправляем их в более такие экономные заведения, организации. То есть, более лайковые все. Ты отказываешь людям, вот, например, обращается к тебе какое-нибудь кафе там у Алины, да, в районе вокзала. Как ты им отказываешь? Сори, все фотографы заняты на месяц вперед. Вот и все. Мы работаем по контракту, по умолчанию. Они скажут, ну, хорошо, мы готовы заплатить там 30 тысяч сеньген. Ну, это для имиджа сайта, почему бы, как бы, очень вредит, да, такие заведения. Поэтому мы отказываемся, у нас есть контракты с заведениями. Мы заключаем долгосрочные контракты, как минимум на один год, и работаем по умолчанию. Сколько сейчас зарабатывает кипятком? В час ты зарабатываешь где-то 10-15-20 тысяч сеньгер. Ну, я, честно, я не считал. В районе, я думаю, 20 миллионов сеньгер в месяц? Да не, ну, вряд ли. Есть еще расходы на зарплату. Как бы фотографы, они тоже высокооплачивают. Ну, хорошо, ровно 50% в 10 миллионов. Ну, возможно, где-то так. 10 миллионов зарабатываешь. Я думаю, что пора уже мне самой рассказать вам о своей жизни, о своем бизнесе, о том, как я веду свои проекты, о людях, с которыми я работаю, с кем я не работаю, как я набираю свою команду. В общем, все обо мне. Здесь Саш, здрасте. У меня уже давно было желание записать интервью со звездами Инстаграма. Сегодня я пишу интервью с Дианой Ордобековой, которую в Инстаграме вы знаете как Диор. Диан, привет. Здравствуйте. Диан, у тебя на сегодняшний день 213 тысяч подписчиков. Откуда они? Ну, начнем с того, что 4 года – это очень большой срок, тем более для Инстаграма, потому что я была одним из первых зарегистрированных пользователей. У тебя роскошная фигура. Вот сколько сантиметров у тебя талии? Талия 56 сантиметров. 56. А скажи честно, да, вот только честно, ты пользуешься в фейстюне, вот чуть-чуть еще уменьшаешь? Нет, я не делаю, потому что на меня сразу уходит шквал негативных комментариев о том, что я удаляла ребра. То есть ты в фейстюне не уменьшаешь? Нет. Никогда. Друзья, собираясь на встречу с Дианой Урдобековой, я захватила с собой на всякий пожарный метраж. И знаете почему? Потому что меня волнует ее талия. Я просто хочу убедиться, что это на самом деле правда. Вдруг это все-таки фейстюн. Диан, ты готова? Да, конечно. Итак, приступаем. Так, спереди у нас 30 сантиметров. И сзади. Так, получается 28. Итого 58 сантиметров. Да. Дианочка, ну в инстаграме кажется, что там 30. Мне кажется, что в фоне бедер. Скажи, ну хоть раз в жизни ты делала? Делала. То есть было, да? Было дело. Но это было давно и неправда. Вообще, мне кажется, к человеку приходят правильные идеи, либо очень рано утром, либо когда ты в расслабленном состоянии. А какие заведения ты готов фотографировать бесплатно? Ну сейчас я фотографирую заведение одно, бульвадьер называется. Так? Бульвадьер называется. Это по-французски пьяница переводится, да? Это коктейльный бар. То есть ты бесплатно его фотографируешь? Ну это мои друзья, да, я бесплатно их фотографирую. Но в принципе они мне бесплатно наливают. Слушай, ты как инстазвезды. Готов работать за еду и выпивку. Причем зарабатывает 10 миллионов тенге в месяц. Дорин, ты не боишься конкурентов? Вот завтра кто-нибудь посмотрит это видео, скажет, слушайте, ничего сложного. Ты просто нанимаешь фотографов с фотоаппаратами, создаешь сайт, делаешь там какое-то время бесплатно, да, эти фотосъемки. И затем, может быть, кто-то более, скажем, финансово сильнее, да, возьмет и зайдет на рынок. Честно, нет. Почему? Вообще не боюсь. То есть за 4 года в Астану заходило более 5 объектов. То есть даже и российских наших прямых конкурентов, которых финансировала сама там Москва, Россия, то есть их регионы, вот, не получилось. Вот как ты думаешь, в чем твоя фишка? Народ не принял. Думаю, народ не принял. И мне нравится, что Дорин все заказы принимает лично сам и лично их контролирует, я знаю. И еще ни разу за 4 года, я пользуюсь постоянно услугами кипятком, ни разу не было такого, чтобы кто-то не пришел, или фотограф опоздал, или забыли выложить съемку на сайт. Нет, ну почему? Фотографы опаздывают. Город маленький, пробок много, машин много, поэтому бывает, что мы сразу каждому нашему заказчику говорим, плюс-минус 10 минут в любом случае. Вот, от этого никуда не деться. А бывало такое, что забыли опубликовать какую-то съемку ни разу? Или забыли приехать на съемку? Ну, бывали у нас такие конфликты, то, что наши заказчики недозаказывали, то есть правильную информацию не доносили, поэтому фотографы не приезжали. Мы поставили себе правило, то есть если нет у нас WhatsApp-подтверждения, именно текстового WhatsApp-подтверждения, не голосового, одного сообщения, то в том случае фотографы не выезжают. Если есть конкретное подтверждение, это синхронизируется с нашей программой, то есть фотографы приезжают, то есть они обязаны быть на месте. Все гениальное просто, да? Идея очень простая, и она такая работающая идея. И вот мне интересно, почему есть у тебя прямой конкурент по ПЗ, да? Есть. Есть. И я знаю, что у вас там не самые классные отношения, но при этом ППЗ тоже успешненько работает на этом рынке? Ну, знаете, я уже раньше, если я как-то следил за ними, сейчас у меня просто на это времени нет. И у наших фотографов. Но должен же быть конкурент, это же хорошо? Ну да, ППЗ сильные конкуренты. Как бы молодцы, работают. Но у них своя ниша, у нас другая ниша. Ну, бывает такое, что вы не можете поделить там клиента? Ну, возможно, это они не могут с нами поделить, а мы готовы всем делиться. На самом деле, ты тоже занимаешься бизнесом, да? То есть, Инстаграм стал твоим тоже таким инструментом для заработка, да? Что ты продаешь, и как ты продаешь, и как ты зарабатываешь? Ну, не то, что я продаю, а что я более продвигаю, так скажем. Допустим, месяц назад я подписала такой мини-контракт со Сбербанком. То есть, я считаю, очень круто, потому что это первый банк, с которым я сотрудничаю, который я рекламировала. Они у меня заказали сразу 10-11 постов. И сколько тебе заплатил Сбербанк за один пост? Я сделала им скидку. Один пост у меня стоил 70 тысяч, собственно. Это со скидкой 70 тысяч? А сколько сейчас стоит пост Диор? 70 тысяч. 70 тысяч. Ну, очень такой лояльный прайс, недорогой. Я считаю, что да. Сколько в неделю у тебя рекламных постов? Ну, сейчас каждый день более двух. Более двух. То есть, получается, в неделю ты зарабатываешь 140 тысяч в день? Ну, нет, не 140 тысяч, я имею в виду в день. А, в день более двух. То есть, получается, ты 7 дней в неделю 490 тысяч в неделю. То есть, в месяц 2 миллиона. Не за каждую рекламу я беру 70 тысяч. Окей, одну неделю ты можешь заработать 490 тысяч, но другую неделю ты можешь заработать 150. А когда ты начала зарабатывать в Инстаграме? Где-то 2,5 года назад. А сколько у тебя тогда, с какой цифры начинался твой прайс? По-моему, это было 25 или 30 тысяч. Всех Инстазвезд, я думаю, преследует такой... Преследует тень разных сомнений, да. То есть, люди говорят, что кто-то называет Инстазвезд содержанками, да. Кто-то говорит, что это чьи-то любовницы, да. Кто-то говорит, что там это девушки, которые оказывают эскорт услуги, да. То есть, разные ходят слухи. Вот что ты можешь им сказать? Ну, начнем с того, что я не отношусь никогда к таким девушкам. И не относилась. За мной тут никогда не было такого шлейфа, чтобы мне говорили, что я девушка, которая там оказывает эскорт услуги или там что-то подобного типа. Ну, ты согласна, что о девушках с Инстаграма, вот красивых девушках, именно так чаще всего и говорят, потому что, может быть, кому-то так удобно, да. Ну, знаете, вот, допустим, у меня тоже иногда бывают такие сомнения, даже учитывая, что я такая же девушка, допустим, у меня из-за некоторых девушек тоже такие сомнения. Как бы три раза в месяц летать отдыхать и летать якобы одна, это будет странно, я считаю. Ну, три раза в месяц кто полетит отдыхать? И ты публикуешь, ты не публикуешь с собой подругу, ты не публикуешь родителей, да, что они с тобой на отдыхе. То есть, я не думаю, что, допустим, даже если это твой молодой человек, так скажем, что у него найдется время, да, вот так часто путешествовать, ну, конечно, это будет вызывать такой резонанс, так скажем. Ну, очень хороший аргумент. Как ты обычно ознакомишься с молодыми людьми? В Инстаграме? Я не так часто выхожу в город и, как бы, я не так часто так гуляю, там, хожу по ресторанам. Поэтому, честно говоря, да, но не Инстаграм, а Фейсбук. То есть в Фейсбуке пишут? Ну, ты рискуешь, ходишь на эти свидания? Случается, что да, но в основном это такое свидание, я делаю хитрее, потому что я уже пару раз обжигалась и... И что ты делаешь, расскажи. Допустим, я говорю, приглашает меня молодой человек там поужинать. Я говорю, знаете, у меня сегодня нет времени, но вот я собираюсь в супермаркет, буду делать покупки, можете мне составить компанию. Вот и все. 15 минут достаточно, чтобы понять, тебе интересен этот человек или нет. Вот и все. Тоже хороший способ. В итоге они оплачивают покупку? Честно, да. Это же очень интересный способ. Знаете, это затарить холодильник. Нет, ну я же не буду при них тарить полную тележку, я же мало кушаю. Есть категория людей, о которых говорят, есть категория людей, которая говорит. И мне всегда было интересно общаться с теми, о ком говорят, потому что этих людей, как правило, всегда сопровождают различные домыслы, какие-то слухи, да. И всегда хочется их как-то развеять и узнать истину этого человека, да. То есть понять, кто он, что он из себя представляет. И можно это сделать только благодаря интервью или личному общению. Я постараюсь рассказать вам обо всех людях, о которых много говорят и которые мало дают интервью или вообще никогда не давали интервью. И еще очень важный момент. Если вы хотите быть успешным, ваши двери всегда должны быть открыты всему новому. И прежде всего ваши двери должны быть открыты к молодым людям. Я, будучи и считая себя еще молодой, тем не менее, очень многому учусь у молодежи, особенно у миллениалов, да, у тех, кто родился там в нулевых и в конце 90-х. Сегодня я вам рассказала о Даурене и Диане, которые зарабатывают неплохие деньги. Даурен создал бизнес новой формации, причем совершенно, я думаю, органически пришел к своему успеху, к своим деньгам Диана, которая в день может зарабатывать 140 тысяч деньги благодаря Инстаграму, да. Это люди новой формации, это люди, которые делают, а не говорят, да. Поэтому пишите в комментариях, кто вам интересен, у каких людей мне взять интервью, чтобы вы смотрели, продолжали смотреть мой YouTube-канал. И я постараюсь каждый раз давать вам новую информацию. Обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте следить за мной в Инстаграме. Всем пока!